Субтитры делал DimaTorzok У меня был муж, первый ребенок был у меня, да? Она, ее мужа арестовали, Додик, муж, это моя приятельная, дом деревянный, мы дружили, она немножко, она пришла ко мне и говорит, Фанечка, знаешь, что Додика арестовали, он в свое время женился на полячке, его арестовали по 58 статье, вот, а у них такая мода была, если твоего мужа арестовали по 50, тебе вызывали, говорили, послушайте, или вы будете с нами сотрудничать, или мы у вас вышли мы из Москвы, она согласилась сотрудничать, а вы с кем дружите, с Фаиной, вот, ходите к ней, говорите, и все, нам привозите, что она говорит, Но я-то не знала, и она как-то пришла ко мне, а я с ребеночком на Фаин, и она начала наводящие такие вот, а что, у тебя никого родных нет? Я говорю, нет, в Америке есть, но мой семейный, вот такие баби разговоры были. И она меня спрашивала, я говорю, да, я говорю, тетка бы, я говорю, она, видимо, богатая, ну, так, разговор был, она бы мне, наверное, помогла, потому что муж меня бросил, он, видимо, тоже работал, когда он узнал, что это, он, видимо, знал, что он, что, когда я в институте, был какой-то вечер, ну, в институте бывает, ну, и пришла девочка с молодым человеком, вот, И она пошла в туалет, причесочку сделала, и в это музыка заиграла, и этот молодой человек мне пригласил на танец. Оказывается, этот молодой человек был американским шпионом, ну, она вышла из туалета, и они ушли вдвоем, и он, я с шпионом-то там за... Ой, страшное дело. Ночью пришли, взяли соседа, пианицу, чтобы он сказал, что, Фаиночка, ну, я с соседем хорошо живу, Фаиночка, я хочу тебе что-то спросить, поздно ночью. Я открыла, и вваливается орда, следователь, сосед, ну, человека четыре, по-моему. Побыть на Лубянке уже не надо никуда в лагерь отправлять, уже вся жизнь загублена. Ну, Лубянке мне в камеру отправили. Сразу? Сразу в камеру. Да, первым делом обыскали, что нет у меня чего-нибудь такое, все, взяла я что-нибудь. Обыскала, такая злобная пожилая женщина, ну, она их не урода, племени. Вот, и в камеру отправили. Ну, наверное, они ночью мне разбудили, под утро отправили. Ну, часа четыре-пять, наверное, было. Потому что она сидит, иногда пишет, на меня не стоит, только смотрит. Если я опустила голову и засыпаю, он подходит вот так вот, буквально вот так я пока, вот так поднимаю, и кричит, встать, сесть, встать, сесть, сесть, никаких, никакого сна. Или когда уже закончится, он вызывает дежурного. И если кто-нибудь, они очень боялись, что если ты в тюрьме, они твою маму арестовывают. И чтобы ты не знала, если ты идешь по коридору, и они быстро толкают тебя, чтобы ты не знала, что твоя мама в тюрьме. А с мужчинами вообще ужасно поступали. Они открывали дверь, и сунешь руку, и зажимает руку. И ты идешь, и такие вопли раздаются по коридору в себе. Ой, это страшное дело. Они мне говорят, дежурный говорит, садись на первую кровать в глазку, которая к дверям, и ни в коем случае не спать. Я не имела права, я должна сидеть была. И не было такого, чтобы вы засыпали? Нет, я засыпала, нет, уже приходил дежурный, вот так и сказал, не спать, или сейчас картер отправлю. А девчонки иногда подходили и как будто волосами причесывали, чтобы я немножечко, хоть пять минут поснул. Они открывали, а ну-ка, уйдите, марш отсюда от нее. Она не понимает, что они... Ой, чего говорили. А, в карцер? Ну, как тебе сказать, старший? Я уже потеряла... Ну, страшно, не страшно. У меня, ты понимаешь, моя нервность тема отсутствовала, я уже ничего не соображала, в смысле, какое-то болевое ощущение. У меня уже организм настолько подвергся такому сильному угнетению, такому страху. Представляешь, только войти в эту камеру, ты уже ничего не можешь... Это ужас один какой-то. Холодные, ну, стенки из этого, из бетона страшные. Ну, ты не можешь не поспать, а потом на этой доске ты будешь... А иногда даже, если там снежок был на этой доске, ты можешь уснуть. И оттуда еще вызывают тебя на допрос. Ну, в общем, человек превращается, ну, в пустоту какую-то. Он уже... У него потеряно всякое ощущение, боли. Ну, тупость такая. Ты уже смирен... Ты уже просто труп. Живой труп, и все. И боль... У тебя наступает такая боль, что она поглощает все чувства человеческие. Вот самое главное. Ты уже ничего не понимаешь. Ты думаешь, боже мой, как можно так? Как можно так мучить человека? Что ты уже ничего не понимаешь. Страх. Все это в таком угнетении, что ничего ты не соображаешь. Вот так. Сколько раз вы были в карцере? Ну, много. Ну, рады ли, 10 было. Ну, они чуть что. Им нравится, чтобы я была... Они видят, что я сильная их с характером, что я сопротивляюсь. А им хотелось, чтобы мне это сопротивление прервать. А я не поддавалась им. Ну, было, конечно, какие-то промахи. Но все равно они редко встречали такого человека, чтобы так не поддавался их нему угнетению, их нему насилию, их нему издевательства. Вот. Ну, я так уже говорила, что я умру, наверное. Но я должна держаться. Я должна быть крепкой. Должна пересилить все. Не надо, Фаиночка, не поддавайся, не поддавайся. Держись, держись. Они в другую комнату. Ну, там канцелярия их. Они, пойдемте, мы уже... Зачем вам приговор? Уже закончилось. Следствие. Ну, следователь мне сказал, что я уже закончилась. Но, ты понимаешь, сразу такой удар внутренний. Я чувствую, я чувствую, что сейчас сердце разорвется. Я вся сжалась и говорю, Фаиночка, все хорошо будет. Не тревожься. Даже сейчас, я когда встаю, мне очень тяжело, когда мне не дают спать. Я говорю, Фаиночка, успокойся, успокойся. Я теряю. То паспорт потеряла, то деньги пенсионные потеряла. Фаиночка, не нервничай. Возьми себе в руки. Все будет хорошо. Все будет хорошо. И вот, когда я шла на следствие, то, что мне случилось, что у меня локон упал, было такой, такой страсть сильней, такой удар по нервной системе, что я даже, я сразу весь организм, нервная система отключила все. Я ничего не чувствую. Только я первое мгновение увидела, что локон волос упал, и мгновение я упала. Я потеряла сознание и уже ничего не чувствую. Потому что они меня потом накололи и отправили на Воркутинский поезд. Я проснулась там, уже в поезде, на полке. И меня испугалась, думаю, где же я нахожусь. А мне девчонка говорит, тебя приезжали на машине, и наносил, как тебе вот, мы едем в Воркуту, в Заполярье. Вот так. Поэтому я не то, что, я такой был сильнейший стресс, что он поглотил всю боль, я уже ничего не чувствовала. И это сильное мгновение, боль такая, внутрь, страх такой, страшный страх такой, что я даже, я закричала даже от страха, вот такой в мозгах был. И мгновение, туман, и все. Уже я ничего не чувствовала. Сказали мне, какие мои нары, какой режим. Дали мне платье с номером, дали телогрейку с номером, дали валенки рваные, вот так. На голову какую-то рваную шапку дали, и сказали, подъем в такое-то время в столовую, после этого в конвой, принимает нас в конвой и везет на работу. Вот, едем на работу работать. Работа будет или лесоповал, или на шахты. Вот, в основном, больше на шахтах. Уголь. Какой был режим? Режим рано утречком, очень рано. По сколько? Ну, часов шесть-семь, наверное, подымали они. Пока мы оденем, позавтракаем. Ну, там, что давали, стакан чая, хлеб, черный кусочек, кусочек, или кашу какую-нибудь из какой-то крупы такой, самой простой крупы. И все. И на работу потом, тоже под конвоем. Ни в коем случае. Не пошельвись, не поговори, не посмейся. А строгий конвой собаки с винтовками. А там в лагере холодный барак деревянный, окна замерзшие в снегу. Вот, параша стоит, полная дерьма. Воздух тяжелый в палате. Ой, не знаю, как я выжила, не знаю. Сколько человек было в бараке, где вы жили? Огромный барак. Ну, человек двести, наверное, было, да. Общий, да, барак? Ну, верхние нары, нижние нары и верхние. И длинное такое помещение, старое, деревянное, досок. Не такое не утепленное, ничего. И одежда рваная вся, что они будут тратить на нас. Вот так. И пища ужасная, вот так. А у меня еще язвенные болезни, мне это нельзя было купить. Рвота. Я больная, и разве мне можно было с язвенной болезнью лежать на поле, пилить или в лесу пилить дрова, деревья? Ну, как это можно было? Притом еще шли мимо речки, обычно привозили воду. А в один день была такая жара, пить, пить хочешь, умираешь, никто не привозит из лагеря воду. И когда мы шли уже обратно, речку попросили, чтобы нас пустили к речке, не пустили. Даже не пустили у речки попить водичку. Вот какое отношение было, вот так. Но я не помню, я была, значит, на Воркуте я была, в Заполярье я была, еще где-то я забыла, а потом в последнее время я была в среде комарищев. Вот, в Мордовии. Станции Потьма, поселок Кивас. Мордовское СССР, станции Потьма, поселок Кивас. Вот, это самые страшные лагеря, тем более, что там болота они, и комары страшные. Еще что, лошади бесились, цевки большие, такие мухи. Еще он, ой, а лошади умные были. Если ты только нагрузил побольше, он как дернет, пока не скинешь, он не повезет. Чтобы побольше было, чтобы ему тяжело было, да. А когда в цепке, вот, мухи такие кусачие, они там летали, они вцепятся им в коже, кусают их, они бедные, дергаются вот так. Ну, и им комары очень, комары, очень, очень комары. Комары. Вот так вот. То есть, самый тяжелый по условиям лагерь для вас был в Мордовии? В Мордовии, ну, нет, я говорю, в смысле, то, что это комары. А так, по работе, и там тяжелые, суровые, ну, что комары. Телегу такую, ну, вы знаете, эти, которые грузят, тяжелые грузы, 90 килограмм. Ну, это же девчоночки поднять на гору от шахты. Вот, ну, в смысле, или пилить дрова, не такими, а пылой такой, обыкновенной пилой. То есть, смотрите, в Иркуте, какие были принудительные работы? Что вы делали в Иркуте? Принудительные, значит, некоторые, которые умели шить, шили бушлаты, а те, которые не шили бушлаты, нас возили куда-то, где деревья, где, где, может быть, деревья, вот так, грузили на вагон, вагон. Или же, о, еще на разгрузку поездов. Пришел поезд с большим товаром для этого, и вот огромные, по 90 килограмм, вот на плечи или на телегу. Вот эта работа была такая. Разгрузка вагонов. Ой, мама родная, как освобождали? Сказали, что вот ваш срок, ну, у меня же, вышел, вы освобождены, собирайтесь домой. Ну, я приехала домой, а мне комната занята, вот так. Ну, как, конечно, радость была, в смысле, душевная. Но я приехала, когда у меня жить, я жила в сарае, жила, потом мне уже дали комнату 7 метров из коридора, вот у тебя документы, я тебе покажу, чтобы несколько реабилитировали меня. Ну, давай мы эту бумажку прочтем, что же мы будем, что о реабилитации. Я же тебе еще книжечку давала, что, во, что написано. Иди-ка сюда, посмотри. Я дам. Обожди. Это разве не реабилитация? Обожди. Имеет право на льготы, преимущества, установленные для реабилитированных. Да? Установлен для реабилитированных. Это исполком Мосгорсуда 89-го года. На, пожалуйста. На. А, во, 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 во. Во. Я реабилитирована или нет? Конечно. Ну, тут написано? А там что написано? А вот ты слушай. Вот прокуратура, видите? Ты посмотри на меня вот сейчас. Ты посмотри, что я тебе показываю. Что-то я тебе должна все время говорить. Он смотрит только в камеру. Ой, ну я шутил, я шутил. Смотри-ка, вот написано. Прокуратуру Союза Советской Статистической Республики. Мосцентр, Пушкинская. Все правильно. Что написано? Так, Московская область, Кунцево я жила. Московская область, вот, пожалуйста. Кунцевская, Нелюбина и Фаине Михайловне. Сообщаю, что 5 ноября президиум Московского госсуда по протесту прокуратуры СССР, дело, по которому она была осуждена, прекратил за недоказанность обвинения. Ну, как можно, если столько мусили, сидел столько обвинений и дать мне такую статью, да? Теперь дальше. Заявление Нелюбина, проживающая Кунцево, Московская область, об улучшении жилищных условий Нелюбина при отсутствии. Так, гражданка Нелюбина, реабилитированная, после реабилитации, селена по вышеуказанному адресу комнату 7 квадратных метров, которая, комната переоборудована из коридора, холодная, работает в управлении, эксплуатации, строй машин и механизм семья. Это я насылась, что, да, вот так. Председатель исполкома Богдана, вот я это сказала тебе, вот Богдана, Богдана. Субтитры создавал DimaTorzok